здравствуйте дети сегодня необычность нашего занятия заключается в том что мы будем работать по шаблону будем изготавливать разные наши работы с помощью разных шаблонов посмотрите какие шаблоны есть у меня дети вы можете не только мои шаблоны скопировать вы можете сделать и свои шаблоны но тема нашего занятия аленький цветочек вот посмотрите как у нас должно получиться для того чтобы нам изготовить аленький цветочек нам обязательно нужен шаблон но шаблон этот может быть как такой так и другой который вы сами придумаете какой вам нужно шаблон берем шаблон обводим его обвели и по этому шаблону будем работать вот так же как здесь видите я обвела шаблон мы можем взять тесто и в этот шаблон поместить тесто и как бы начинать выполнять работу аленький цветочек в этой работе мы будем пользоваться такими приемами как раскатывание расплющивание соединение частей у нас образуются лепесточки отдельные а потом их мы соединяем в цветочек создаем свой образ дети что вам говорит название аленький цветочек конечно сказка есть такая аленький цветочек давайте вспомним мы с вами уже вспоминали эту сказку и другие сказки вспоминали когда лепили героев персонажи любимых сказок что было в этой сказке какой сюжет я думаю вы помните что купец у него было три дочери а он поехал за товаром за моря за океаны в путешествие и спрашивает у своих дочерей что старший привести что средний принести что младший привести из этого путешествия а младшая сказала привези мне пожалуйста аленький цветочек так вот такой сегодня аленький цветочек мы с вами будем выполнять что для этого нам нужно сделать вот взяли шаблон положили обвели можем делать по шаблону и бабочку или же стрекозу также обвели посмотрите можно вырезать это все можно выполнять на листе бумаги для этого нужно на соленое тесто мы сейчас его с вами сделаем но я вам еще хочу напомнить о технике которую мы будем выполнять при выполнении аленького цветочка от большого кусочка теста отрываем кусочек и раскатываем между ладонями это у нас будет середина цветочка прикладываем шаблон затем также берем раскатываем это будут лепесточкой лепесточки в зависимости от того сколько вы сделаете лепесточков столько вам нужно будет приготовить тесто такие шарики потом с помощью при расплющивания вот мы с вами будем формировать уже такой цветочек цветочек может быть как из таких лепесточков так из продолговатых как и вы желаете сделать вот получились у нас такой вот получился аленький цветочек посмотрите мы еще с вами должны хорошо отработать на понравился нам этот цветочек не понравился этот цветочек потом уже приклеивать и раскрашивать но для того чтобы нам все это выполнить нам нужно обязательно соленое тесто ребята спросите у своих родителей разрешение чтобы вам дали определенную посуду для замешивания теста выделили рабочее место и мы будем с вами готовить тесто как готовится тесто берется 2 стакана муки стакан соли стакан воды и замешивается тесто вот образуется такой комочек теста чтобы это тесто не заветрило мы его кладем целлофановый мешочек тесто мы с вами сделали технику безопасности нужно еще вспомнить и нужно обязательно приготовить рабочее место на рабочем месте у нас должна быть обязательно дощечка для выполнения или клееночка обязательно бумага или картон или цветная бумага как вы что хотите приготовить аленький цветочек или на белый может на голубой обязательно должны быть салфетки влажные стеки нам понадобится понадобятся разные краски кисточки обязательно клей или цветное тесто возможно понадобится скалочка клей у нас может быть как такой и такой который мы готовим с вами который вы ребята очень любите вы знаете как его готовить сейчас мы с вами технику безопасности вспомним можно ли кушать соленое тесто правильно соленое тесто кушать нельзя потому что она выполнена для работы как пользоваться стеками стек передается тупым концом пользуемся влажными салфетками и во время работы протираем пальчики рабочее место чтобы все у нас было красиво чисто аккуратно а после работы с тестом обязательно моем руки и прибираем свое рабочее место ну вот еще раз вам напоминаю что мы берем кусочек теста раскатываем его между ладонями это будет у нас серединка цветочка вот она это серединка цветочка берем еще кусочки теста раскатываем их разминаем раскатываем и образуем лепесточкой в зависимости от того какие вы хотите лепесточки круглые продолговатые в зависимости этого вы тесто раскатывайте затем с помощью пальчиками своими расплющивания вы формируете лепесточек или лепесточек этот будет цветочка ровный или он будет немножечко вогнутый вы уже здесь решите сами и формируете вот такой вот цветочек какой он у вас получится когда вы уже цветочек весь сформировали тогда вам нужно обязательно все еще раз проверить нравится вам это все или не нравится если вас все устраивает пожалуйста берите клей и приклеивайте сначала приклеивайте серединку потом приклеивайте лепесточки при приклеивании лепесточков можно еще раз сформировать форму лепесточка какая вам желается форма вот такие вот получаются лепесточки сейчас мы все с вами приклеим аккуратненько клеем вы знаете как пользоваться если где-то какая-то будет помарочка от клея значит обязательно мы все протираем влажными салфеточками вот у нас сформировался такой красивый аленький цветочек вот можно что-то приподнять какие-то лепесточки может как ветром что-то задуло посмотрите вот как получается такой у нас аленький цветочек ребята вы можете сами создать свой шаблон и по своему шаблону все выполнять сейчас нам нужно этот цветочек раскрасить цвет вы тоже можете брать можете какой желаете можете взять бледно-розовый можете взять красный и раскрашиваете поярче может сделать хотите у нас же ведь аленький цветочек серединку можно сделать желтенькую можно сделать розовая с голуба ваша фантазия цветочек мы раскрасили я еще и буду пользоваться желтой краской придам середину желтенькую посмотрите вот как получилось а сейчас возьмем зеленую краску и зеленой краской нарисуем красивые листочки с одной стороны с другой стороны вот такие листочки если на что-то не устраивает цвет краски не нравится мы можем взять другую краску и с помощью другой краски также нарисовать разные листочки можно нарисовать листочки и светло-зеленой можно темно-зеленой вот как получилось при работе с кисточкой обязательно кладите ее на влажную салфеточку а потом после работы все пожалуйста протирайте дети посмотрите вот такой аленький цветочек у нас получился вот такой аленький цветочек а какие цветочки получились у вас пошлите пожалуйста мне на сайт дворца я очень хотела бы посмотреть какие аленькие цветочки по своим замысловатым шаблонам создали вы вы ребята молодцы всегда все выполняете красиво аккуратно чисто следите за чистотой своих рук и за чистотой рабочего места вы молодцы ребята очень приятно с вами встречаться проводить занятия я очень довольна вами до свидания ребята а